Всем привет, с вами Джамбу Макс и в этом видео я расскажу еще об одном лайфхаке Xbox One. Сразу говорю, что его возможно многие знают, но так или иначе он полезный для тех, кто хочет сэкономить. Лайфхак связан с играми по подписке, а точнее с тем, как можно продолжить пользоваться подпиской при стечении срока. Лайфхак будет касаться по большему счету подписок Xbox Game Pass и EA Access. В этот же список входит еще и подписка Xbox Live Gold, но точнее не она, а игры, которые раздавались по ней. Но перед началом видеоролика хочу посоветовать канал Video Game for Consoles. На нем вы найдете обзоры игр, стримы, прохождения, инструкции связанные с консолями, а также рубрику, в которой нужно будет угадать игру. Если вы знаток видеоигры и думаете, что с легкостью это сделаете, то переходите на канал и попробуйте свои силы. Канал только начал развиваться, поэтому ожидается много чего интересного. Переходи и подписывайся. Начнем с того, что существуют подписки, которые дают вам возможность поиграть в те или иные игры. Это такие подписки, как Xbox Game Pass и EA Access. Ну и четко голод, так как мы получаем 4 бесплатных игры каждый месяц. В этих подписках доступно просто кучу игр, хоть и подписки дешевые, но у некоторых пользователей все равно возникают трудности по их продлению. Ну и бывает такое, что вы, например, купили подписку на месяц, уехали в командировку и приехали лишь под конец месяца, а в игры вы не поиграли. В таком случае бывает обидно, поскольку по сути деньги на ветер. В этом случае, перед окончанием подписки, чтобы продолжить ей пользоваться некоторое время, нужно всего лишь отключить интернет от консоли. Вот смотрите, как пример. У меня на консоли установлен портал. Если что, я его не приобретал, он доступен по подписке. Врубаем интернет, отключаем ее от питания и заново включаем. И мы можем играть в эту игру. Зачем это делается? Дело в том, что благодаря функции домашней консоли вы можете играть в свои игры без подключения к сети. С играми, которые доступны по подписке, в принципе, то же самое. И фишка в том, что при отключении интернета от консоли и еще при отключении питания, Xbox вообще не понимает какое время и какая дата. Благодаря этому, ваш счетчик, грубо говоря, останавливается и позволяет вам играть в игры еще какой-то дополнительный срок. Если что, это происходит не навсегда. То есть вы не сможете отключиться от интернета и до бесконечности наигрывать в игры по подписке. Нет, майки, по сути, знают об этом способе. Поэтому через какое-то время вас заново попросят подключиться к интернету для проверки того, не стекла ли у вас подписка. Как только вы подключите свой Xbox к интернету, консоль поймет, что подписка из стекла и просто перестановит вам доступ к играм по подписке. Способ не подойдет для тех, у кого подписка активирована на профиль, который не стоит как домашним. Только домашний профиль позволяет играть без подключения к сети. В случае, если прям через день, через два у вас при включении игры будет уведомление о том, что подключитесь к сети, вы точно ли приобретали игру или что-то в этом роде, то попробуйте пару раз перезапустить консоль. Просто Xbox в этом плане немножко тупит и не хочет, чтобы его вот так вот обманывали. Кстати, недавно на Хуане в одном из последних обновлений появилась кое-какая проблема. При отключенном интернете в меню не показываются игры. Если что, не пугайтесь, эта норма, она у многих, в том числе и у меня. Просто пару раз почистите кэш у консоли и игры должны появиться. Сразу скажу, что может быть такое, что перезагрузка поможет не полностью. И будут какие-то игры, которые не будут показаны в списке. В этом случае, все-таки попробуйте подключиться хоть к какой-нибудь сети и запустить нужные вам игры. Особенно те, которые не показывали. Чтоб они у вас все-таки показались хотя бы в главном меню. Как по мне, проблема уже известна и в одном из будущих обновлений ее по сути должны решить. Если что, за этот лайфхак бана не дают. И в этом нет ничего нелегального, поскольку в это время вы условно можете уехать туда, где нет интернета и что вам собственно делать. Поэтому вообще не переживайте по этому поводу. Кстати, пару лет назад в сети всплывал код, который отдавал игру Watch Dogs 2. И этот код мог активировать абсолютно кто угодно. То есть код был бесконечно разовый. Вот какое слово вывел. Но особо хитрые отключали консоль от интернета и полностью проходили игру. Короче, если у вас заканчивается подписка, то пользуйтесь этим способом. На этом в принципе все. Такой вот короткий ролик. Если не затруднит, можете поделиться им с другом, со знакомым, чтобы они тоже знали об этом способе. Не забывайте поддерживать канал лайками, подписками и обязательно пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!